Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим назначение, область применения, классификацию, устройство и принцип действия помадо-сбивальных машин. Вначале рассмотрим назначение, область применения и классификацию. При получении помады в помадо-сбивальной машине происходит кристаллизация сахара из сахара водно-паточного сиропа. При выстаивании помадных конфет твердая фаза увеличивается в результате дополнительной кристаллизации сахара из жидкой фазы. Затвердевание шоколада и глазури в холодильных камерах сопровождается кристаллизацией масла какао. Во всех случаях кристаллизация стремится получать кристаллы минимальных размеров, равномерно распределенные в веществе. Поэтому помадо-сбивальные машины и холодильные камеры требуют внимательного изучения. В этом видео мы рассматриваем помадо-сбивальные машины. Сейчас на экране я демонстрирую классификацию устройств, в которых происходит кристаллизация. Далее рассмотрим устройство и принцип действия помадо-сбивальных машин. Помадо-сбивальные машины предназначены для получения помады из горячего высоко концентрированного сахара водно-паточного сиропа. Помада это сложный продукт, составные части которого находятся в твердой и жидкой фазах. Составными частями помады могут быть сахар и вода, сахар патока и вода, сахар патока и молоко и т.д. Твердая фаза – это мелкокристаллический сахар, а жидкая фаза – насыщенный раствор сахара в водном, водно-паточном или другом более сложном растворителе. Соотношение фаз определяет консистенцию помады. Количество помады определяется не только ее консистенцией, но и размерами кристаллов сахара в твердой фазе. Получают помаду в помадо-сбивальных машинах. Далее рассмотрим устройство и принцип действия помадо-сбивальные машины с неохлаждаемым валом. Схема машины показана на экране. В довольно высокой воронке 15 имеется сетка 16, на которую льется сироп. Температура сиропа, поступающего на сетку, близка к температуре его кипения. Сироп стекает через отверстия стенки цилиндрическими струйками в корпус 13. При свободном падении струйки или капельки охлаждаются воздухом. Вентилятор 18 нагнетает воздух по трубе 17 в канал 14 воронки. Только при низкой температуре воздуха и хорошей работе вентилятора можно получить высококачественную помаду. Охлажденный сироп попадает в корпус 13 на сбивальные лопасти 10. Они интенсивно сбивают сироп. Это вызывает быстрое образование большого количества центров кристаллизации. В результате образуются мелкие кристаллы. При этом выделяется скрытая теплота кристаллизации пропорциональное количество теплой фазы. Кроме того, выделяется тепло при трении лопастей сиропа сиропа стенки цилиндра. Для лучшего отвода тепла стенка 12 камеры сбивания сделаны из меди и окружена чугунной охлаждающей рубашкой 11. По трубе 9 отводится холодная вода и нагретая по трубам 5 и 8 отводится из верхних точек всех рубашек. Короткая камера 6 не имеет охлаждения. В ее верхней части сделано прямоугольное окно, прикрытое крышкой 7 с отверстиями. Через них может удаляться часть пара, если охлаждение в воронке и камере 12 было недостаточное. При наличии автоматических дозаторов через окно можно вводить красящие и ароматизирующие вещества. В камере 4 от помады отнимается меньше тепла, чем в предыдущей зоне охлаждения. Помада нагревается, скорость кристаллизации уменьшается, часть 1 корпуса не имеет рубашки. В ней кристаллизация идет очень медленно. Левый конец сбивального валика 3 находится в рамке 2. Рамка с валиком вынимается из машины. В машине рамку удерживает крышка 20. Готовая помада выходит из нижней части торца корпуса машины. Краны 19 служат для взятия проб воды и спуска воды из рубашек. Конструкция сбивального вала показана на слайде. Правый конец вала 5 соединяется с приватным механизмом при помощи муфты, а левый конец находится в подшипниках 3 рамки 1. На вал 5 надеты 4 лопастные крыльчатки 6, расположенные по длине его с поворотом на угол 0,16 пиродиан через одну крыльчатку и 2 лопастные крыльчатки 2. Шаг крыльчаток 40 мм. Ширина лопасти крыльчатки 25 мм. Крепление крыльчаток на валу производится шпонками 9 и 10 с винтами 8 и стопорными винтами на крыльчатках. Подшипник 4, разрез ВВ, удерживаемый на месте планкой 7, поддерживает вал 5 посередине. А сейчас рассмотрим помадосбивальную машину с охлаждаемым валом. Её схема показано на слайде. Высококонцентрированный сахароводно-паточный сироп стекает в невысокую воронку 3 и, охлаждаясь в ней, попадает в охлаждаемый корпус 4, снабжённый рубашкой 9, в которую холодная вода поступает через патрубок 10. Из рубашки вода через патрубок 7 и неподвижную трубу 2 поступает в пустотелый сбивальный вал 5. Из него через воронку 1 вода стекает в канализацию. Быстро вращающиеся лопасти 6 создают центры кристаллизации. Справа через отверстие 8 выходит помада. Лопасти приварены к валу с углом разворота 0,28 пиродиан. Техническая характеристика помадосбивальных машин представлена в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели назначение, применение и классификацию помадосбивальных машин, а также устройство и принцип действия помадосбивальных машин с охлаждаемым и неохлаждаемым валом. Я благодарю вас за внимание, прошу вас подписаться на канал, поставить колокольчик уведомления, а в нем все уведомления, поставить лайк, написать комментарии с вопросами. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.